Приветствую всех, друзья! Мы, как всегда, возвращаемся к новостям и сегодня в выпуске. Джастин Гэджи высказался о бой с Хабибом и поддержал бойца. Дану Уайт назвал место проведения следующего турнира в UFC, а Даниэль Кармье пытается вытащить Степа Меочича на их поединок. Поддерживайте этот выпуск лайком и всем приятного просмотра! UFC вернулась с турнирами, так что если вы хотите поучаствовать, как и я, и разбирайтесь в этом, то вам поможет надежная компания Фонбет, которая на рынке более 25 лет. Для наших подписчиков Фонбет подготовила бонус до 15 тысяч рублей. Сделать свой прогноз можно или в мобильном приложении, или на сайте Фонбет. Все ссылки в закрепленном комментарии. Несмотря на сложную ситуацию в мире, Даниэль Кармье пытается как можно быстрее провести поединок со Степом Меочичем, который, похоже, не собирается готовиться в таких условиях и не разъявлял о том, что лучше пусть все закончится, чтобы можно было начать нормально тренироваться, так как его зал сейчас закрыт. Но DC, похоже, это не устраивает и он рассказал, как можно решить данную проблему и придумал, как можно вытащить чемпиона на тренировке. «Эй, чемпион, я только что получил сообщение от Кайла из Зебра Матс, и он передал тебе следующее. Скажи Степе, я могу доставить ему маты и стенки клетки в течение пяти дней. Подпиши контракт на бой и дай мне номер кредитной карты», – написал Кармье в твиттере, обратившись к Меочичу. Ранее президент UFC Дану Уайт не исключил возможность того, что им придется лишить Меочича чемпионского пояса, а Кармье предложил разыграть вакантный титул в поединке против Фрэнзи Сангану. Меочич в ответ заявил о том, что его команда приступила к переговорам с UFC и уже обсуждает с организацией следующий бой. Так что вполне вероятно, этот поединок мы увидим этим летом. Друзья, пишите в комментарии ваше мнение, кто победит в их третьем бою. Ну а мы двигаемся дальше. Временный чемпион легкого дивизиона Джастин Гэджи надеется, что его поединок с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедом состоится уже через несколько месяцев. В то же время он с пониманием относится к ситуации, в которой оказался Хабиб, поскольку отец бойца сейчас находится в тяжелом состоянии. Гэджи осознает, что в ближайшее время Нурмагомедов не будет думать об их поединке, но при этом поделился мыслями, как победить Хабиба. Я буду работать так, чтобы показать лучшего себя. Я атлетичен. Первое, что у вас отключается, когда вы устаете, это ноги. Так что начиная с этого момента и до нашего боя с Хабибом, я буду много бегать, прыгать на скакалке, бегать по лестнице и приседать. Если мои ноги будут в форме, я не устану. Не устану, смогу подниматься на ноги, смогу подниматься, смогу бить его, как грузовик. Мне нужно ударить его ногой в район икр всего 8 раз, и тогда он будет в опасном положении. Здесь играет роль множество факторов. Я буду работать над тем, чтобы быть собой и буду оставаться в форме. Все упирается в кардио. Я предполагаю, что мы подеремся в августе или сентябре. Я даже не могу представить себя на месте Хабиба. Сейчас наш бой последнее, о чем он думает. Пусть пройдет время, а затем мы со всем разберемся. С Хабибом я хочу драться больше, чем с Конором Макгрегором. Я заработал и заслужил этот бой. На данный момент это единственный поединок, который меня интересует. Это будет замечательный, масштабный поединок, рассказал Джастин Гэджи. И как вам план бойца, ребят? Как вам не такими ударами точно не остановить Хабиба? И напоследок. Многие интересуются, когда и где состоится следующий турнир UFC. Так как Дана Уайт заявил о том, что в Джексонвилле они заканчивают свой бойцовский уикенд. Так вот, в свое следующее мероприятие UFC придет 30 мая на домашней арене АПЕКС в Лас-Вегасе. Об этом сообщил сам президент UFC Дана Уайт. Этот турнир возглавит интереснейший бой Тайерна Вудли и Гиллоперта Бионса. Так что будет интересно посмотреть на бывшего чемпиона, который долго не дрался. И на бразильца, который набрал просто невероятный ход в полусреднем весе. На этом, друзья, хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Можете поддержать его лайком, мне будет приятно. Также не забывайте подписываться на мой канал, если вы вдруг все еще не подписаны. Всем пока!